Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 19 июня, вся наша страна отмечает День Медицинского Работника. И я хочу поздравить сегодня тех, кто своим благородным трудом укрепляет здоровье наших граждан и лечит их. Вспоминая о своем вкладе в вопросы здравоохранения, я помню, что моя бабушка по линии отца, Ольга Соломонна Шнейлос, была врачом, специалистом челюстно-лицевой хирургии и в годы войны в военном госпитале. За годы войны сделала многие, большое количество, десятки, а может и сотни операций, сохраняя внешний облик офицеров и солдат Красной Армии, получавших тяжелые ранения. В числе моих родственников есть и Марина Александровна, девичество Просаданово, замужество Пахазниково, тоже лечащий врач, человек, который получил образование медицинское и долгие годы отдает свой творческий потенциал здоровью наших граждан. Мама моего старшего сына, Людмила Юрьевна, тоже до настоящего времени работает над укреплением здоровья наших граждан в Санкт-Петербурге, в Институте переливания крови. Я хочу сегодня поздравить с Днем Медицинского Работника и тех многочисленных соратников и наставников моих, с которыми мне приходилось работать на медицинских объектах. Это полковник Майборода Виктор Александрович, первый заместитель начальника военно-медицинского управления ФСБ России. И долгие годы под руководством Виктора Александровича мне приходилось работать над строительством и ремонтом многочисленных объектов, касающихся лечения, здравоохранения, профилактики, восстановления. И эти годы, которые я работал под руководством Виктора Александровича, навсегда остались в моей памяти, как очень интересная и сложная работа. Я хочу поздравить с Днем Медицинского Работника, полковника Нуднова Николая Васильевича, начальника Центрального клинического военного госпиталя Федеральной службы безопасности. Долгие годы рядом с Николаем Васильевичем приходилось работать над выполнением поставленных задач по обеспечению госпиталя, который он возглавлял в те годы, ремонта, восстановления, монтажа оборудования. Я горжусь тем, что рядом с таким руководителем мне пришлось работать долгие годы и рядом с его соратниками, которые рядом вместе с ним лечили больных. Это и полковник Чернова Елена Васильевна, подполковник Ганохина Татьяна Алексеевна и многие-многие другие. Я хочу сегодня, конечно, поздравить и многочисленные коллективы Федерального медико-биологического агентства России, в составе которого я сегодня работаю, ну или можно сказать даже несу службу. Это многочисленные коллективы лечебно-революционного центра АК, медицинских центров и учреждений, которые находятся в городе Сарове, это клиническая больница 50, 122-я медсанчасть, где в городе Валдае мы выполняем работы, в Кисловодске. И начинаем работы на космодроме Восточный, в городе Ялта. Все эти коллективы медицинских работников, с которыми сейчас судьба нас сталкивает, хочется поздравить с Днем медицинского работника. И, конечно, поздравить с этим праздником и службу технического заказчика, в составе которого я служу, и Центральный аппарат Управления Федерального медико-биологического агентства, который возглавляет уважаемая Скворцова Вероника Игоревна. Сегодня, вот ради такого праздника, ну, конечно, хотелось бы спеть всем, кого я хочу поздравить, и всем остальным, кого не упомянул, какую-нибудь песню, посвященную этому вопросу здравоохранения, люди в белых халатах, или рассказать какое-нибудь стихотворение, посвященное, опять же, благородному труду врачей. Но, проанализировав эту вот всю ситуацию, я понял, что нету в моем репертуаре песни, хотя много песен знаю, самых разных, но вот песни, которая посвящена бы врачам, в моем репертуаре нету. Стихотворений, опять же, много знаю стихотворений, но стихотворений, которые бы было посвящено врачам, тоже в моем репертуаре нету. Но есть стихотворения, которые я написал сам в этом году, оно было написано ко дню рождения руководителя Федерального медико-биологического агентства несколько месяцев назад. Ну, вот его я вам и прочитаю. И хоть оно адресовано Скворцовой Веронике Игоревне, но всех вас, дорогие друзья, поздравляю с днем медицинского работника и всем вам посвящаю это стихотворение. Николай Иванович Пирогов Город воинской славы российской Севастополь стал символом силы, госпиталь полевой переполнен, ампутации, крики, стоны над солдатом хирург склоненный, как в бою ставит смерти припоны. Вот носилки несут санитары, видит тело хирург обезглавленное, рядом с ними вахмистр раненый голову несет окровавленную. Ваше высокоблагородие, пришей голову, заклинаем, верен был государю и родине сей солдат. Мы доподлинно знаем, всем полком тебя просим, батюшка, за отечество жизни положим, но хотя бы одному из солдатушек пришей голову, ты же можешь. И стоял Пирогов в отчаянии, отказать не в силах служивым, головой угрюмо покачивая, он мечтал о великой России. Полторы сотни лет минуло с той поры, но проблемы те же, и удары из флангов, из тыла сносят головы нам. Не реже стать министром, стать руководителем в наши дни тяжело, но возможно, быть при этом знаний носителем и остаться врачом очень сложно. Взгляд прямой, пшеничные волосы, Пирогову во многом равна, заворожен давно вашим голосом, Вероника Игоревна. Нас избавить от хворей знаете как, Как к святой, простираю руки к вам, преподаю к стопам вашим матушка, Как солдат на кургане Малаховом. Вы примером своим зовете Быть готовым спасти пострадавшего И летящего в самолете, И охранника в зале упавшего. Знаю, слышите, мое слово вы, Благородный, верю, стремление Пришивать поврежденные головы Ваше профильное направление, Как тот вахмистр, молю неистово, Приши голову, ты же можешь, Матерь Божия, дева причистая, Даруй чудо, великий Боже, Приши голову кое-кому в правительстве, Приши голову депутатам, Приши голову тем, кто в полиции, Приши голову дипломатам, Приши голову тем строителям, Что бетон с раствором попутали, Приши голову телезрителям, Одураченным баламутами, Приши голову врачевателям, Что плечили людей, а не мучили, Приши голову нашим писателям, Тем, что до дошноты Наскучили, пришей голову Мне, нерадивому Как и выше помянутым Всем, придай ясности Моему уму Головой ведь не только я ем Я стою Как на паперте С краешку Будь к нам милостиво Но построже Умоляю, пришей голову Матушка, пришей голову Ты же можешь Дорогие друзья Еще раз поздравляю вас С Днем Медицинского Работника Желаю вам крепкого здоровья И успехов В вашем нелегком Благородном труде Лечите Творите добро И берегите себя С праздником С Днем Медицинского Работника С Днем Медицинского Работника С Днем Медицинского Работника